Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить об отцовстве. Еще одно важное действие, одна важная ответственность отца – это утверждение потенциала. Мы призваны утверждать, поднимать и умножать потенциал наших детей. Что же нужно для этого делать? Мощное оружие – это одобрение. К сожалению, мы в большей мере люди критики, нам нравится постоянно критиковать, нам нравится находить недостатки. Нравится еще и потому, что это легко – найти недостаток в человеке, с которым ты живешь. Очень просто. Но потенциал раскрыть и помочь этому потенциалу развиться – это сложно. В силу того, что даже в какой-то мере непонятно. Я бы хотел дать несколько советов, которые 100% работают во всем мире и сработают в жизни каждого из нас. Первое и самое, наверное, важное – это одобрение. Если у вашего ребенка что-то получается, даже чуть-чуть лучше, чем это получалось вчера, вы должны просто излить в него максимальное число ободрения, вообще поток сделать, какой вы вообще способны на это. Это настолько ободрит его, что завтра он поднимется вот так. Ободрение – это как такой, знаете, трамплин, который выбросит его вверх. Если вы скажете, да ты ничего не добился, что там на эти три копейки, завтра он не будет делать ничего. Но если вы постоянно его ободряете, одобряете его действия победные, правильные, нужные, он будет расти. Второе – вы должны стать опорой. Вы должны стать тем человеком, на которого он может положиться, которому он может прийти и сказать, у меня это не получается. Итак, если вещи, которые получаются, вы должны дать туда одобрение, вещи, которые не получаются, вы должны стать опорой, чтобы он мог прийти и сказать, папа, мне это не выходит, и мне нужна твоя помощь. Или прийти и сказать, папа, в этом у меня проблемы, у меня не получается, Мне нужно получить от тебя совет, может быть, мне вообще этим не заниматься. Но вы должны быть тем человеком, который будет твердой опорой в неудачах или в проблемных вещах. Третья вещь, очень важная вещь, это умение давать свободу детям. Но на определенной дистанции, на определенное расстояние вы должны позволить ему самостоятельно преодолевать трудности на пути к успеху. Если вы будете постоянно контролировать, если вы будете постоянно вести, постоянно направлять, постоянно висеть над ним, он никогда не научится принимать самостоятельные решения. Четвертая вещь, она очень важная, это своевременная помощь. Когда вы видите, что ваш ребенок, он движется, но его силы заканчиваются, дары, таланты заканчиваются, не приходите и не говорите, да брось ты эту ерунду, да хватит тебе уже в этом копаться. Нет, 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 помогите ему справиться, ваших сил 100% на это хватит, но потом сядьте и скажите, сынок, ты не смог бы без меня справиться, поэтому, возможно, тебе стоит это оставить. Никогда не прерывайте его деятельность, его труд, будь то конструктор из кубиков или же какой-то иной вид деятельности, более сложный. Своевременно, своевременно поддерживайте обогрение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова